Приветствую вас и вам необходим личностный рост. Аноним. Работа с комплексами, работа с неуверенностью в себе, работа с заниженной такой самооценкой предполагает именно личностный рост, проработку детско-родительских отношений, выстраивание своей, точнее, системы ценностей, которая у вас, безусловно, есть, но которую вы, очевидно, задвинули куда-то очень далеко, в дальний угол. Корректирование своего мужского поведения, акцент и формирование общего фундамента для взаимодействия с людьми в общем и с девочкой в частности, с женщинами в частности. Вот. И формирование своих собственных целей, не связанных с построением отношений, не связанных с тем, что вы описываете, да, потому что, чтобы быть уверенным в себе человеком, нужно в том числе действовать исходя из своих собственных ценностей, исходя из своей собственной важности, исходя из искренности тех моментов, которые для вас важны, которые вам важны. Вот. А этого у вас ничего нет, и на данный момент, по факту, получается так, что цели, которые у вас есть, они замещаются, они замещаются отношениями, они замещаются попытками самоутрудиться за счет. Акцентирование внимания на ваших размерах там и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, я вижу в этом, собственно говоря, проблему для вас, конечно же. Потому что это очень, ну очень, очень мешает вам жить. И, соответственно, знаете, уверенность в себе, это не какое-то состояние, которого вы можете достичь в определенный момент времени и сразу все у вас изменится, к примеру. Уверенность в себе это позиция, это позиция определенного рода. Это восприятие себя. И, на мой взгляд, вы себя сейчас воспринимаете крайне в деструктивном свете, в деструктивном клише, потому что ориентируетесь не на все вещи, вы знаете, вы ориентируетесь на что-то другое, вы ориентируетесь на постоянные попытки доказать себе и другим что-либо. А на самом деле, доказывать, что ничего не надо. В общем, вообще, вам достаточно просто раскрыть, что вы хотите. Или вы считаете, что, вы серьезно считаете, что девушка, которой вы понравитесь, которая увидит вашу личность, мужчину в духовном смысле этого слова, вы правда считаете, что ее будет волновать ваша внешность или ваши размеры? Вы правда так считаете? Ну вот, положа руку на это. Правда так считаете? Что касается работы, то здесь, ну, на мой взгляд, очень важная история. Почему вы хотите работать? Вообще. Почему вообще вы хотите работать? Чтобы что? Вот вы говорили, что раньше я постоянно пригладывался к бутылке, теперь перестал. Хочу встать на истинный путь. Что же вопрос? Зачем? Что для вас такое? Истинный путь. Собственно говоря. Как он, этот путь, а-а-а, вам же, вами, понимается. То есть у меня не было ощущения, у меня не было ощущения, что вы делаете это искренне. Наверное потому, что никакого истинного пути, в принципе, нет. И вообще говоря, не может быть никакого. У каждого человека, просто он, этот путь, я имею ввиду, свой. И вот это важно понимать. Для вас. Так что, волнение, в том числе и секция, связано с тем исключительно, что вы занимаетесь всем чем угодно, кроме секса. Вот. Знаете. И... Ваше личностное, духовное развитие, оно прибывает где-то вот на уровне добродского возраста. Когда людей, людей волновало, ну, точнее не людей, а вот мальчиков волнует, да, там. Их, извините, размер. Вот. И личностный рост, именно поэтому личностный рост, это то, что вам нужно. Личностный рост, это то, в чем вы нуждаетесь. Помощи, помощи психолога. Вот. Нахождение того, что действительно важно. Это никак не ваше внешне, что-то, никак не размеры, те или иные. Понимаете? Это что-то другое. И вот этого другого, вас, как раз таки, нет. Понимаете? Понимаете? Вот вы говорите, представляет СПН свой первый раз, а? Вы не представляете его, как доказательство, доказательство того, что, например, с вами что-то не так. Вы представляете его, как демонстрацию своего проигрыша? А так? Вот у меня к вам вопрос. А сам-то секс здесь есть? Где-то. Я вот, например, думаю, что его нет. Понимаете? Сам секс вас не интересует. Не интересует, потому что вы не принимаете себя таким, какой вы. Сейчас вы все время пытаетесь все это доказать. Скорее всего, кому-то из значимых фигур, ну, вот, в вашей жизни. Может быть, родители, может быть, отец. Вот. Вот. Мне кажется, что, мне думается, что у вас с отцом были отношения. Такие, несколько акцентированные. То есть, ну, имеющие некоторые проблемы, скажем так. Вот. Ага. Вот. Вот. Такая, о-о-о-о. Такая, примерно, история. О-о-о. Примерно так можно вам ответить на вопрос. На вас. На вас. Вот. И... Чтобы быть уверенным в себе, ну, значит, что важно... Чтобы быть уверенным в себе, важнее чего-либо. Значимость чего-либо не может, не зависит, если человек уверен в себе, значимость чего-либо не зависит от того, что думают или делают другие люди. Понимаете? А у вас именно это и происходит. Вот. Так. Я надеюсь, я помог вам увидеть ситуацию с несколько, ну, с другой стороны, которая, ну, я надеюсь, что эта страна, она позволит вам по-новому взглянуть на то, что происходит. Мужская девственность, кстати говоря, это всего лишь иллюзия. Да? Но она для вас важна. Вот. Что касается внушения, методики, техники, это всё поверхностно. Вот. Вот. К личностному росту, к интеграции в вашу, вашу, вашу психологическую реальность, это не имеет никакого отношения. А на нем. Поэтому, выбирайте себе психолога и, эээ, начинайте работать над самооценкой, над своими страхами, над принятием себя, над выработкой системы ценностей, над целеполаганием, соответствующим вам. Вот. Примерно так, я думаю, можно вам ответить. Избавляться от всего этого, кстати, не нужно, потому что ваши комплексы, это вытесненные конструктивные желания. Так что нужно просто, напросто, раскрыть, что это вы чувствуете. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.